Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня мы с вами направимся в центр Санкт-Петербурга и проедем весь Невский проспект от самого его конца до начала на маршрутном автобусе, которым я обычно доезжаю до Дворцовой площади. Итак, сейчас мы пересекаем мост Александра Невского и наше путешествие начинается с конца Невского проспекта, точнее Старого Невского проспекта с Александра Невской лаврой. Это мое путешествие состоялось еще в начале июня, когда я ездила снимать мероприятие, посвященное 350-летию Петра I. И по пути просто решила поснимать город и людей по маршруту моего следования. Сейчас вы видите, перед вами написано Moscow, то есть это гостиница Москва, достаточно приличная гостиница. Здесь мы селили американцев, которые приезжали к нам на фестиваль, когда я работала в Доме народного творчества. У нас был такой международный фестиваль, барбершоп назывался, то есть такой стиль пения. И американцы приезжали к нам делиться своим опытом, так как этот стиль зародился именно в Америке, насколько я помню. И вот в этой гостинице американцы селились. Здесь у нас также был гала-ужин вместе с ними и с нашими русскими командами, хоровыми коллективами и вокальными ансамблями. И именно отсюда, в принципе, и начинается Старо-Невский проспект. Точнее, он заканчивается здесь, а начало идет под площади Восстания, которую мы тоже будем пересекать. Ну и по пути следования я вам что-то буду рассказывать, а что-то мы просто будем наблюдать под музыку. Итак, поехали! В данный момент мы поворачиваем как раз-таки на Старо-Невский проспект. Сегодня мы проедем по четной стороне проспекта. Нечетную я еще не сняла. Как сниму, тоже покажу и расскажу, что там интересненького находится. Остановка. Станция метро. Площадь Александра Невского. Следующая остановка. Исполконская улица. Ну, на остановочках я ставила съемку на паузу. Вот мы видим какие-то зелененькие балкончики. Это у нас в старом фонде требуют капремонта вот такие балконы, потому что сыпятся их основания на головы людей, туристов, проходящих под ними. И поэтому зеленой пленкой их обматывают. И сказали, что в этом и в следующем году их будут ремонтировать. Вот такие вот у нас мероприятия в Петербурге происходят. Так вот мы направляемся в центр города. Да, сейчас мы проезжаем, насколько я понимаю, администрацию центрального района. Исполконская улица. И, как вы видите, на многих зданиях развиваются российские флаги. Дело в том, что я ездила, по-моему, 7 июня на праздник, на фестиваль, посвященному 350-летию Петра I, на фестиваль «Окно в Европу». Следующая остановка. Полтавская улица. А 7 июня – это уже практически накануне Дня России. Поэтому очень много российских флагов развиваются на зданиях. Уже повесили. Видите, как там очень много их вдалеке. Да и вообще по фасадам Невского проспекта тоже очень много развесили. Ну, Старо-Невский проспект – это такой достаточно офисный райончик, я бы сказала, и магазинный. Тут чаще всего находятся такие элитные магазины. Ну, я не буду название озвучивать, потому что они периодически меняются. И так как я по магазинам-то, в принципе, не хожу, мне очень сложно. Но я не ориентируюсь, что в данный момент в Петербурге находится на Старо-Невском проспекте. Остановка. Полтавская улица. Ну, что я еще могу сказать о Старо-Невском проспекте? Здесь когда-то я работала в агентстве по недвижимости. Точнее, подрабатывала. Пока я работала в Доме народного творчества, периодически я ходила, общалась с клиентами на занятия, изучала там право. В общем, все, что касается недвижимости, у нас были занятия. И, в принципе, так как я была еще молоденькой, сколько у меня было, 24 года, по-моему, мало что мне удалось продать. Люди не очень рассчитывали на молодого агента по недвижимости, поэтому сделки у меня было, по-моему, за 5 лет, что я там тусовалась, всего 3 штуки и такие маленькие, незначительные. Но эти знания, которые я там получала и какой-никакой опыт, мне очень сильно помогли в преодолении всех преград, когда я продавала дом в Лондоне. Конечно, законы в двух странах абсолютно разные, но знания степ-бай-степ, как говорится, что и зачем делать, и как действовать в том или ином случае, и что спрашивать, куда обращаться, какие там задавать вопросы про налоги, про... Ну, вообще, все-все-все. Остановка. Суворовский проспект. Как общаться с юристом, какие-то наводящие вопросы задавать. Все это мне как-то помогло, и я, в принципе, хоть и очень долго продавала, но это такая бюрократия в Англии, 9 месяцев я продавала дом, но все-таки продала, и этим я очень сильно горжусь, что мне удалось, в принципе, без каких-то особенных проблем продать этот дом. Следующая остановка. Станция метод Площадь Восстания, Московский вокзал. Уважаемые пассажиры, при обнаружении подозрительных предметов и лиц сообщите кондуктору или водителю. Ну, и сейчас вы видите небольшую пробочку, то есть, что там есть Суворовского проспекта, на площадь Восстания, где находится самый главный железнодорожный вокзал города, Московский вокзал. Вот этот вот апеллиск города-героя стоит посреди площади Восстания. Ну, а пока мы, опять же-таки, стоим в пробке, я тут порассматривала какой-то вот цех 85, интересная какая-то пекарня, мне понравилась. И прямо рядом с Московским вокзалом я увидела столовую, 24 часа в сутки работает. То есть, в принципе, если ты приезжаешь на вокзал, там ночью или по ранним утрам можно позавтракать или поужинать поздно ночью. Ну, и вот мы проезжаем, видите, написано город-герой Ленинград. С одной стороны Московский вокзал находится на другой стороне, когда мы будем ехать по нечетной линии Невского проспекта, я вам его тоже покажу. А сейчас вот мы проезжаем метро с такой интересной шапочкой. Это у нас здесь магазин «Стокман», огромный универмаг. Остановка. Станция метро «Площадь Восстания». Московский вокзал. И вот сейчас мы уже заехали на сам Ницкий проспект. Вы видите перед собой флаги. Я специально в окно водительское направила свою камеру. Это флаги, посвященные морскому флоту и Петру Первой. Летийный проспект. Ну, и в основном я хотела вам показать Невский проспект. Кто здесь тусуется, сколько людей ходит, как они выглядят, во что одеты. И вот такая вот перспектива вот этих вот флагов. Мне очень понравилось, запомнилось. То есть не знаю, что это за герб какой-то черный на желтом флаге. Это что-то с Петром связанным. Ну, и также его буквы. Его герб, видимо, тоже. Ну, пока мы стоим на светофоре. Немножечко послушаем музыку, посмотрим на людей и поедем дальше. Субтитры подогнал «Симон» Здесь по Невскому проспекту достаточно часто мне приходится проезжать, так как это единственный путь, который ведет меня в центр города на автобусе. Я уже говорила, что я больше предпочитаю ездить на автобусах, нежели на метро. Всегда интересно посмотреть в окно, что происходит в городе. И мой маршрут составляет на автобусе гораздо меньше по времени, чем на метро. Потому что метро мне на то пусть 20-25 минут от дома, пока у нас не построили рядом с нами метро. Пересекаем Детейный проспект. Здесь я когда-то продавала, пыталась продать огромную квартиру коммунальную. Но так и ничего не получилось. И покупатель не нашелся, и продавцы не очень-то хотели выезжать и расселяться. Смотрите, какие кнопочки на нас сделали. Со значком «Адмиралтейство» на фонарных столбах. Следующая остановка – станция метро «Гостиный двор». Здесь я редко хожу пешком. В основном обратно я тоже еду на автобусе. И иногда по делам захожу в эту часть города. Это станция метро «Майковская». И сейчас мы выезжаем на Анечков мост с этими знаменитыми конями. Пересекаем с вами фонтанку. И уже практически находимся рядом с гостиным двором. Сейчас будет Казанская улица. Там мы взяли свою ипотеку в банке, которого, по-моему, уже не существует. «Уралмашбанк», по-моему, он назывался. И уже практически здесь находится центр города. Тут и большой книжный магазин, и кинотеатр «Аврора». И много-много всяких кафешек и ресторанчиков. Все для туристов. Все лучшее гостям нашего города. И вот мы подъезжаем к знаменитому магазину «Елисеевский», где продаются дорогущие продукты питания, насколько я знаю. Я, кстати, там ни разу еще не была внутри. Надо будет сходить, посмотреть, поснимать, что там находится. И вот вы видите уже перед вами гостиный двор, пожарная башня. И мы подъезжаем к станции метро «Невский проспект». Выход на канал Грибоедово «Пассаж» перед вами открывается. Сейчас, кстати, будет небольшой такой прогальчик. Сейчас, кстати, будет небольшой такой прогальчик, где находится Министерство культуры. Вот здесь вот. Туда я часто ходила, когда работала в Минонародном творчестве, со всякими документами, тендерами. В общем, к начальству отправляли меня. И мы пересекаем Михайловскую улицу, в глубине которой вы можете увидеть здание русского музея. Гранд-отель «Евруко». Станция метро «Невский проспект». Следующая остановка «Большая конюшенная улица». И вот мы уже находимся на станции метро «Невский проспект». И сейчас мы будем пересекать канал Грибоедово, в глубине которого вы можете наблюдать «Спас на крови». А на другой стороне канала Грибоедово вы можете увидеть знаменитый книжный магазин, который, к сожалению, то ли разорился, то ли не уплатил аренду и съехал. Очень много лет он был в этом здании, но, к сожалению, сейчас его там нет. Что там находится сейчас, я не знаю. Тоже надо походить, посмотреть. И проезжая еще небольшой прокалчик по Невскому проспекту, мы видим, опять же-таки, такой бульвар с деревьями. Это «Большая конюшенная». Вот там находится знаменитый кафе, где выпекают пончики уже лет 30, а может, и 50. «Большая конюшенная улица». И практически сразу же мы выезжаем на набережную реки Мойки. Здесь я когда-то работала в отеле, в мини-отеле, вот в том вот красненьком здании, напротив которого находился магазин «Кортье». Сейчас его, по-моему, закрыли. И буквально недалеко от нашего отеля уже находится Дворцовая площадь, вход на которую идет через арку с Невского проспекта. Или, проехав еще немного по Невскому проспекту, мы выезжаем уже прямо в самое начало Невского проспекта, по-моему, Невский проспект 3, после чего начинается Дворцовая площадь. Наверное, сам генеральный штаб будет находиться по адресу Невский проспект 1. Честно говоря, не знаю. Надо будет тоже уточнить и посмотреть. Вот эта арочка, знаменитая для всех туристов, через которую все туристы в основном идут на Дворцовую площадь, в Эрмитаж. А я выхожу на другой остановке, если я на Дворцовую площадь еду. Здесь вот, кстати, во время войны проходила самая опасная сторона арт-обстрелов. Арт-обстрелов. Висит табличка об этом. Остановка. Малая морская улица. Следующая остановка – Дворцовая набережная. И немножко проехав, мы выезжаем на саму Дворцовую площадь, куда открывается великолепный вид и на Александрийский стол, и на здание генерального штаба. К сожалению, в данный момент тут все перекрыто, потому что готовили сцену, по-моему, как раз-таки к Петровским мероприятиям. Концерт какой-то был. Проезжаем Эрмитаж. И, в принципе, если мне нужно на Дворцовую площадь, я выхожу вот на этой остановочке. Остановка. Дворцовая набережная. Ну, так как я ехала на другую сторону, на Васильевский остров, на другую сторону от Дворцового места, сейчас мы с вами немножечко еще дальше Несколько проспектов заедем, прокатимся по Дворцовому мосту, который, кстати, в те дни был украшен флагами Петра Первого и просто на ветру это выглядело замечательно, шикарно. Как будто вот праздник-праздник. Несмотря на то, что в стране происходит, наш город продолжает жить обычной жизнью, отмечать свои праздники и юбилеи. и герб Санкт-Петербурга, вы видите, красненький такой, и вот этот вот желтый флаг с Петровским гербом, и еще какой-то Петровский, как это называется, буковка, флаги, тоже какой-то герб. Все это вот так развивается, вы видите, перед вами Петропавловская крепость, растральные колонны, и сейчас мы заворачиваем на Васильевский остров и едем дальше по университетской набережной, где вскоре я выйду. Остановка университетская набережная. Тут мы проедем кунсткамеру, сейчас вы ее видите, вот это вот бело-голубое здание. Дальше будет университет. Следующая остановка университет. Вот такое вот путешествие обычно я совершаю, когда еду в центр города. Очень хорошо и интересно наблюдать за жизнью города из окна автобуса. Пока на этом все, я прощаюсь с вами, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok